Белоруссия приостановила экспорт бензина и дистоплива на Украину Белоруссия приостановила экспорт бензина и дистоплива на Украину В будущем Минск рассчитывает нарастить поставки темных нефтепродуктов 31. Коммерсант от 23 апреля 2019 года 12.8. Минск приостановил экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии за некачественной российской нефти и сообщил о планах запустить до конца года импорт нефти, альтернативной российскому Встреча российских и белорусских экспертов для нормализации ситуации должна состояться сегодня, 23 апреля На фоне запрета РФ на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, введенного в ответ на расширение Киевом списка запрещенных для импорта на свою территорию российских товаров Белоруссия рассчитывает нарастить поставки темных нефтепродуктов на Украину Белоруссия приостановила экспорт бензина и дистоплива на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти сообщил заместитель гендиректора белорусской нефтяной компании Сергей Гриб журналистом во вторник в Минске Цитата по Интерфаксу Контрактные обязательства приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью, добавил он Также, по словам господина Гриба, до конца года Белоруссия рассчитывает начать альтернативный российскому импорт нефти через порты стран Балтии или Украины Экспорт из Белоруссии темных нефтепродуктов сохранен в полном объеме в связи с отсутствием их потребления на внутреннем рынке, уточнил господин Гриб По его словам, сейчас белорусская сторона работает над тем, чтобы не последовали санкции со стороны внешних контрагентов Сергей Гриб отметил, что Белоруссия самостоятельно обеспечивает потребности внутреннего рынка с учетом принятого в конце прошлого года решения России о запрете поставок нефтепродуктов в республику и сокращении объемов переработки на НПЗ из-за некачественной нефти Падение экспорта произошло в связи с увеличением поставок на внутренний рынок, уточнил господин Гриб Сокращение объемов экспорта происходит для обеспечения потребностей внутреннего рынка нефтепродуктов 19 апреля Белнефтехим заявил о резком ухудшении поступающей по нефтепроводу из России нефти, а 21 апреля временно ограничил экспортные поставки нефтепродуктов Пресс-секретарь концерна Марина Костюченко тогда отмечала, что содержание хлороорганических соединений в нефти превышают в десятки раз предельные значения по стандарту Советник президента транснефти Игорь Демин говорил, что ситуация с качеством должна нормализоваться к понедельнику-вторнику следующей недели Хлороорганические соединения используются при транспорте нефти для поглощения сероводорода В высокой концентрации такие соединения опасны для оборудования НПЗ, особенно для установок гидрокрекинга, используются в основном для выпуска дистоплива Такие соединения, реагируя в установках гидрокрекинга с водородом, дают в том числе соляную кислоту, которая приводит к быстрой коррозии оборудования Глава Белнефтехима Андрей Рыбаков 20 апреля отметил, что ущерб для оборудования Мазырского НПЗ может составлять десятки миллионов долларов Загрузка второго крупного НПЗ Белоруссии в Полоцке, Нафтан, была снижена наполовину для минимизации негативных последствий Миннерго 21 апреля заявила, что проблемы ухудшения качества нефти на западном направлении носят технический характер и будут устранены в ближайшее время 22 апреля РИА Новости сообщила, что белорусская сторона договорилась с транснефтью об увеличении прокачки нефти по северной ветке трубопровода «Дружба» в связи с низким качеством продукта, поступающим по его южной ветке Почему Минск вновь угрожает остановить транзит российской нефти? Встреча российских и белорусских экспертов для обсуждения ситуации была намечена на 23 апреля Проблема с качеством российских поставок нефтепродуктов возникла на фоне отказа российской стороны поддержать предложение Минска о внеплановом увеличении тарифа на транзит нефти по территории Белоруссии на 23% Белорусская сторона настаивала на необходимости обеспечения экологической безопасности при транзите и том, что белорусский тариф является самым низким среди стран-транзитеров Сильнее всего от ограничения поставок нефтепродуктов из Белоруссии может пострадать Украина Учитывая ограничения, заявленные белым дамом 18 апреля, которые в том числе касаются поставок дистоплива, бензина и жиженных углеводородных газов из РФ Белоруссия должна была стать крупнейшим источником топлива для Украины Как отметил Сергей Гриб, в постановлении правительства РФ есть несколько нюансов Если мы говорим про бензин и дизельное топливо, то в нем указано, что поставка на территорию Украины может осуществляться по разрешению полномоченных органов России Насколько известно, в текущий момент эта поставка осуществляется При этом белорусская нефтяная компания на фоне запрета РФ рассчитывает на рост экспорта бетумов на Украину, добавил господин Гриб Премьер-министр Украины Владимир Грайсман заявил, что правительство найдет возможность минимизировать ущерб от принятого российским правительствам запрета экспорта на Украину нефти и нефтепродуктов У нас рынок достаточно диверсифицированный, но понятно, что мы пока еще зависимы, например, от Белоруссии Но мы найдем решение для того, чтобы ситуация была с минимальными потерями Это непростое задание, но мы найдем решение, заявил Грайсман в эфире программы «Свобода слова» Анастасия Ведениева